Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Это продолжение моего авторского курса «Итальянский рисунок». У меня есть вот такой альбом крафтовой бумаги «Палаццо». Это не первая работа в стиле «Итальянский рисунок». Это уже пятое наше занятие. Не считая вводных уроков. Сейчас мы поговорим с вами о материалах, кто рисует со мной впервые в итальянском стиле. Для работы нам понадобится уголь, мел и сангина в карандашах. Это могут быть пастельные карандаши мягкой сухой пастели. Это могут быть мелкие, также уголь, сангина и мел. Клячка, мягкий ластик, который вбирает в себя сухие материалы. Сам альбом «Палаццо». Возможно, вот такая затирка. Это поролон от упаковки. Им очень хорошо получаются растушевки. Теперь давайте посмотрим, что мы уже с вами нарисовали. Это белку на заснеженной ветке. Вот такого зайца русака. Большая синица. Лисичка. А самый внимательный зритель, досмотревший видео до конца, узнает, что мы будем рисовать на следующем занятии. А сегодня мы с вами нарисуем бабочку-пестроглазку-галатею на сухой прошлогодней траве. Для начала нам нужно представить композицию в листе. Располагаем лист горизонтально и намечаем большой массой нашего главного героя композиции. Чтобы не выходила композиция за края листа, что при оформлении работы может негативно сказаться на ее восприятии в целом. Я определила место, где будет располагаться сама бабочка и под каким углом. Далее намечаем направление сухоцветов, чтобы композиция была у нас интересная. Проводим серединную линию нашей бабочки. Следим за симметрией и за тем, чтобы с края листа оставалось где-то 5 мм. То есть не рисуем в крае листа. Теперь уточняем форму крыльев самой бабочки. Бабочка Конечно, бабочка находится... в ракурсе. Клячка нам помогает выбирать какие-то моменты с листа, чтобы они нам не мешали в дальнейшем восприятии нашего рисунка. Когда мы разобрались с формой крыльев, приступаем к тельцу самой бабочки, к ее голове и направлением усиков. И уже можно понять, что это у нас бабочка. Немного уточняем симметрию крыльев нашей Галатеи в направлении рисунка на крыльях. Я не одинаково нажимаю на карандаш. Я не одинаково нажимаю на карандаш. слегка намечая сам рисунок крыльев. Каждая бабочка имеет свой окрас крыльев, по которому мы можем определить ее вид. Я не боюсь стирать клячкой на этой бумаге, так как бумага очень плотная и выдерживает такое с ней обращение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Некоторые моменты я не поясняю, так как они понятны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас я просто уточняю рисунок крыльев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так как бабочка сидит у нас на траве, трава проходит и под самой бабочкой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Главное найти очень интересное направление этих травинок в нашем рисунке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пока мы работаем черным карандашом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА После того, как мы все наметили угольным карандашом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот посмотрите, что получилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У вас может быть композиция совершенно иная. Вы можете повернуть бабочку в другую сторону. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СМЕСТИТЬ ее ближе к центру. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теперь приступаем... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К среднему тону, который мы будем создавать с помощью сангины. Или пастельного карандаша такого же оттенка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сами начинаю прорисовывать крылья бабочки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это нужно делать очень деликатно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Возможно, где-то у вас будут оставаться просветы самой бумаги, что будет создавать дополнительный тон в рисунке. И воздушность восприятия вашей работы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я начала с левой половины крыльев нашей бабочки. И я не тушу, я стараюсь штриховать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Крафтовая бумага дает хорошее сцепление сыпучих материалов с ней. Из-за шероховатой текстуры самой бумаги штрих становится более воздушным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не заглушайте штрих, не тушуйте, а именно штрихуйте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где-то мы немного уплотняем в тоне по краю крыла бабочки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уточняем тельце бабочки и приступаем к правой половине крыльев галатеи. Это мы делаем точно таким же способом, как и с левой стороны бабочки, соблюдая симметрию рисунка. Хорошее упражнение для тех, кто сильно зеркалит. Есть такое понятие, например, нужно повернуться направо, люди поворачиваются налево. И также в оригами, например, нужно сложить на правую сторону. Многие складывают в левую сторону и в итоге не достигают желаемого результата. Фигуры оригами у них просто не складываются. Из-за того, что где-то они ошиблись. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем точно такой же цвет и направление. Сразу штрихуем по направлению трав. Ищем красивую линию. Нажим карандаша у нас не одинаков. Нужно найти свою красивую линию. У каждого она будет своя. Потому что характер у каждого человека разный. Все мы разные. И воспринимаем все по-своему. Вот я наметила движение сухоцветов. Сквозь передний план просвечивают задний, нижние травинки. И тем самым мы создаем пространство в рисунке и движение. Я взяла мелок и плоскостью мелка. Стараюсь повторить и уточнить это движение. Мелок очень интересно ложится по текстуре этой бумаги. Теперь вновь мы взяли угольный карандаш или черный пластырь в карандаше. И уже приступили к деталировке. Прорабатываем рисунок на крыльях, бабочки. Уплотняем черным цветом. Там, где нам нужно это сделать. Тоже штрихами работаем. У бабочки немного мохнатый такой верх тельца. В разном направлении происходит заштриховывание поверхности крыльев бабочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дв Masonов his calculучая работа Субтитры создавал DimaTorzok Двцу создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более жирно, нежели карандаш. Получается более контрастный рисунок. Смотрим по касанию, где линия у нас растворяется, где она проявляется. Все это на Ваших ощущениях. Смотрим по касанию, где линия у нас растворяется. И меняется тон предыдущего цвета. Это обогащает наш рисунок как по цвету, так и по тону. Сейчас мы черный мелок вводим в фон, подчеркивая некоторые направления травинок. Причем не везде одинаково. Обратите внимание на то, чтобы у Вас не повторялись линии. Нам нужно создать ощущение сухой травы. Субтитры создавал DimaTorzok После этого, как мы сделали все с нашей бабочкой в стене, мы начинаем вводить белый мел или белую пастель. Я работаю карандашом и тоже штрихами. Вот посмотрите, как здорово, когда сквозь штрих просвечивает сам тон бумаги. Это придает живость Вашему рисунку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Омелки затачивают обычно тVERдые мягкие же будут крошиться и в результате этого очень быстро расходоваться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я возьму белый пастельный мелок Можно взять мел Он более пастозно ляжет на вашу бумагу Субтитры создавал DimaTorzok В своей группе вконтакте я публикую подробные мастер-классы рисования пастелью и акварелью, которые доступны только моим подписчикам сообщества ВКонтакте. В том числе, там есть несколько очень подробных уроков рисования в стиле итальянский рисунок. Все ссылки на свои контакты я оставлю в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Работа наша подходит к концу, осталось поставить автограф. Как всегда, я не могу удержаться от того, чтобы еще что-то доделать. Все время кажется, что можно сделать лучше. Дальше можно чуть подсобрать нашу сухую траву. Или наоборот добавить более темных промежутков кое-где. Главное вовремя остановить себя. И этот фрагмент стал более выразительным. Это видео я должна была смонтировать еще год назад. Курс ждал своего времени ровно год. В фильме, к сожалению, не записался живой звук. У меня было новое оборудование, которое я не проверила, поэтому звук не записался. Пришлось приобретать переходник, так как без него наша камера писать звук отказывалась на этот микрофон. Когда я занимаюсь озвучкой своих видео, это занимает более трех дней. Фильм звучит авторская музыка нашей семьи. Мне часто говорят, зачем вы делаете музыкальное сопровождение своим объяснением. Но в предыдущем видео шел реальный звук со всеми скрипами карандаша, которые, возможно, некоторых будут нервировать. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится. Живой звук или голос на фоне музыки. Конечно, музыка может кому-то не понравиться, так как у нас у всех разные вкусы. Но поверьте, автору виднее, какую музыку он поставит на свое произведение. Музыка также пишется несколько дней. Для этого тоже нужно вдохновение. «Музыка от зала стихи» Субтитры создавал DimaTorzok Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Мне будет очень приятно получить от вас отклик. Вот такая бабочка, пестроглазка Галатея у нас получилась. А следующим рисунком из моего авторского курса рисования в стиле итальянский рисунок для самых внимательных я открою секрет. Кто узнал птицу, напишите ее название в комментариях. Подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные занятия.